Христос Воскресе! Обзор богослужений Страстной Седмицы, объяснением служб Великой Пятницы и Великой Субботы и перейдем к рассмотрению пасхальных богослужений. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Литургии, выражения пасхальной радости христиан не бывает. Вместо нее совершаются царские часы. Часы вообще представляют собой службу, посвященную специально различным этапам страстей Господа. В первом часе вспоминается осуждение Христа первосвященником Каиафой и прочими и о предании его Пилату. В третьем часе речь идет о мучениях Спасителя в приторе Пилата. В шестой час вспоминает распятие Иисуса на Голгофе посреди двух разбойников, крестное страдание его и искупление греха Адама. И, наконец, девятый час изображает кончину Христа и его поражение смерти. Подобно тому, как Литургия Великого Четверга есть главнейшая из всех Литургии Церковного Года, так как на ней вспоминается само ее учреждение, так и царские часы Великой Пятницы – основа для всех часов Богослужебного Года, ибо они совершаются в день, давший им начало и осветивший их. Царские часы обычно совершаются рано утром. Вечерня с выносом плащаницы совершается ко времени распятия Спасителя – в третьем часу дня. Эта вечерня прославляет крестную огонь у Христа, его смерть и погребение. Чтобы провести человечество от смерти в жизни и от земли к небу, к самому Богу, нужно было богочеловеку Христу быть оставленным Богом. Чтобы избавить Адама от греха, предстояло самому Христу сойти в бездну ада. Эти воспоминания приурочены к вечерней службе Великой Пятницы, ибо под вечер был распят Христос. В Голгофа есть закат святой жизни Иисуса. Но закат богочеловека был вместе с тем закатом ветхого Адама, то есть грешного человечества, и утром Адама Нового, в котором ветхий человек нашел новую жизнь. Церковь учит, что в Христе смерть, прежде мучительное явление, теперь становится благом, переходом к вечной жизни. В эту вечерню смертная мгла, окутавшая распятого, по-новому зажгла его тихий свет, свет вечной жизни. Как написано в Евангелии от Иоанна, «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Начало вечерней Великой Пятницы обычное. На ней поются шесть начальных стихир. Господствующих мыслей, приведенных в этих стихирах, две. Исповедание крестных страданий Спасителя, как величайшего и в своей основе непостижимого чуда, и прославление Божией Матери, ближайшей соучастницы спасения. Вот русский перевод второй стихиры. Зачем умышляют тщетные, злочестные и беззаконные люди? Зачем жизнь всех осудили на смерть? Великое чудо, ибо Создатель мира предается в руки беззаконных, и человеколюбец возводится на древо, чтобы освободить из ада находящихся там узников, взывающих «Долготерпивый Господи, слава Тебе!» Главное чудо! Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. К тексту этого Евангелия присоединяются дополнительные вставки из других евангелистов. В этом поистине грандиозном чтении, которое слушается с зажженными свечами, повторяется все важнейшее, что было сказано у евангелистов о страданиях и смерти Спасителя в Великий Четверг на богослужении 12 Евангелий. После евангельского чтения поются умилительные стихиры. Предлагаем вашему вниманию первую – «Егда Адрева». Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Силой возвышает опять свой голос печаль Великой Пятницы в заключительной стихире «Тебе одеющегося». Это надгробный плач спасенного нового человечества у бездыханного тела своего Избавителя, воспеваемый устами Церкви. Тебя, одевающегося светом, как одеждой, снял с древа Иосиф с Никодимом. И увидев мертвым, нагим, непогребенным, от всего сердца заплакал, рыдая и говоря, «Увы мне, сладчайший Иисусе, которого солнце едва увидело висевшим на кресте, как помрачилось, и земля от страха колебалась, и завеса церковная раздиралась. И вот ныне вижу Тебя, добровольно принявшего смерть, ради меня. Как погребу Тебя, Боже мой, и какой плащаницей обвью? Как прикоснусь руками к нетленному Твоему телу? И какими песнями буду воспевать Твою кончину, щедрый? Величаю страсти Твои, песнословлю и погребение Твое с воскресеньем, взывая «Господи, слава Тебе!» Песня 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 «Господи, слава Тебе!» Во время пения стихиры Тебе, одеющегося, священник в полном облачении, изображая Иосифа Аримафейского, колит лежащую в алтаре на престоле плащаницу, обходя ее трижды. Затем хор начинает петь особый тропарь, благообразный Иосиф. Благообразный Иосиф, сняв с древа причистое тело твое, обвил чистой плащаницей и, покрыв благоуханиями, положил в новом гробе. Песня «Господи» При пении тропаря благообразный Иосиф, священнослужители поднимают плащаницу, износят ее северными алтарными дверьми, и полагают на особое возвышение, гроб, уготованное для этого случая посреди храма и обыкновенно украшенное цветами. Священник идет под плащаницей, держа Евангелие. Перед плащаницей несут свечи и идет диакон с кадилом. После этого, по примеру Иосифа с Никодимом, бывает целование плащаницы молящимися. Тропарь, благообразный Иосиф, по содержанию уже относится к наступающей Великой Субботе. Следует отметить, что этот тропарь произносится священником про себя в алтаре после Великого Входа на каждой литургии, по той причине, что Великий Вход означает Крестный Вход Спасителя, о поставлении святых даров на престол и покрытие их особым платом, называемым Воздухом, его погребении. Сразу после вечерней с выносом плащаницы совершается небольшая служба по вечере с каноном Плач Богородицы. Обычно это богослужение совершается во время целования плащаницы молящимися. В каноне Плач Богородицы выражается глубина скорби и Богоматери при виде Сына Своего на кресте. Три часа мучился Сын Божий на кресте, и три часа Его мать, по слову Церкви, терзалась утробою. Когда Христос родился из девической утробы, Он перенялся как беспомощный младенец. Когда Он умер на кресте, Христос, как бездыханный и беззащитный, обвивается плащаницей и полагается в новый гроб, куда никто до Него положен не был. Непорочная девичья утроба и новый гроб — вот два крайних этапа Его земной жизни — выход из вечности и снова вход в нее. И гроб Его сделался источником жизни. Как это могло случиться? Ответ дается в открываемой Церковью тайне Великой Субботы. Богослужения Великой Субботы, повествуя о времени между смертью Христа и Его Воскресением, объясняют смысл трехдневного периода между погребением и восстанием. Другими словами, богослужения Великой Субботы есть литургическое сопряжение Пасхи-распятия и Пасхи-воскресения. Утренняя Великой Субботы начинается песнопениями, которыми закончилась вечерняя Великой Пятница, то есть тропарем «Благообразный Иосиф» и так далее. Песнопения эти выражают основной смысл Великой Субботы — телесное упокоение Христа во гробе и победоносное Его сошествие в ад для освобождения тамошних узников. Все это уже являет зарю Пасхи, ее первой лучи. Но хотя все это совершилось непостижимым образом, в глубинах, на поверхности продолжает пребывать еще один день бездыханное тело Христа, подобно тому, как по учению Церкви до Второго Пришествия на поверхности земного бытия остаются тела мертвецов, когда Пасха окончательно явит себя. После пения первых тропарей утренней Великой Субботы священники, стоя перед плащаницей, читают и поют погребальные стихи над плащаницей, «Непорочной», состоящей из 118-го псалма. Именно этот псалом пел со Христом и Его учениками на Тайной Вечере. Песня «Непорочной» Песня «Непорочной» Далее читается канон Великой Субботы «Волною морскую», представляющий собою, как и 118-й псалом, надгробную песнь. Этот канон, по мнению многих богословов, составляет собой одно из самых совершенных и прекрасных произведений христианской поэзии. Этот канон повторяется во время предпасхальной полуночницы, то есть непосредственно перед началом пасхальной заутренней. Послушайте сейчас перевод последнего Ирмаса этого канона и церковное его исполнение. «Не рыдай обо мне, Матерь, видя во гробе Сына, которого зачала Ты во чреве бессеменно, ибо я восстану и прославлюсь, и как Бог вознесу во славе непрестанное верою и любовью величайших Тебя». Песня «Не рыдай мне, Матерь, и священному рове, верно уже в родине в севере, сночалась и стыдно, и как Бог вознесу во славе непрестанное верою и любовью. В песнопениях утренней Великой Субботы все более и более проясняется Голгофская тьма, и сумерки у гроба Господня рассеиваются лучами воскресенья. Далее священник, облачившись во все священные одежды и трижды окодив плащаницу, идет под ней с Евангелием со всем народом вокруг храма при пении Трисвятого, Святой Божией. Этот обряд символизирует погребение Христа. Славьи Божией, Славьи Божией, Славьи Божией, Славьи Божией, Славьи Божией, Далее следует Аллилуйя со стихами «Да воскреснет Бог, и расточатся, рассеются враги Его, и добежат от лица Его, ненавидящие Его». Аллилуйя! 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 Это уже предвосхищение торжества пасхальной ночи. После пения этих поведоносных стихов читается Евангелие, в котором рассказывается о напрасной попытке врагов Христа закрыть печатью Его гроб, чтобы помешать торжеству Его правды. Литургии Великой Субботы, совершаемой утром, предшествует вечерне. Так как вечерне это относится к следующему дню, то есть к Пасхе, но фактически совершается в субботу, то на ней поются песнопения одновременно и воскресные, и великосубботние. Это соответствует и мистическому смыслу празднуемого времени, так как победа Христа над смертью, Его поражение ада, предшествует видимому воскресенью. Это богослужение все насыщено глубоким, мощным покоем силы, власти и жизненной полноты. Это богослужение, как никакое другое, дает чувствовать благодать Божию. И радость в том, что сила Христа чувствуется, как своя сила. «Встань и ходи со мной», как бы говорит в эту Великую Субботу Христос. Во время вечерней Великой Субботы читаются пятнадцать парими, во время которых в древности оглашенные, то есть готовящиеся к принятию христианства, крестились и становились членами Церкви. Все тексты великосубботних парими подобраны с бесподобным искусством. Они составляют, несмотря на различия авторов и эпох, одно целое, объединенное пророческой мыслью о воскресении Христа и мертвых. Например, шестая паримия из книги «Исход» описывает грандиозную картину чудесного перехода израильтян через Чермное, Красное море и потопление войска египетского. Это служит образом спасительной для христиан смерти и воскресения Христа. Эта картина завершается стихино-радостной и торжественной благодарственной молитвой. В конце этой паримии чтец возглашает стихи из нее, и хор припевает каждому стиху «Славно бы прославися». Последняя, пятнадцатая паримия, также заканчивается торжественным пением стихов. Благословите вам мир, Господи! Благословите вам мир, Господи! Это светлое пение окончательно уводит верующих от гробового мрака. Далее, великосубботнее богослужение, литургия, уже полно пасхальной радости, хотя сдержанной. Далее, вместо Святой Божьей, поется текст из послания апостола Павла Елиции «Во Христа крестистися, во Христа облекостися» и читается отрывок из самого послания апостола к римлянам. Послание это содержит обоснование смысла воскресения Христа и условия для плодотворного участия в нем. Воскресение непосредственно и внутренне связано с крещением, без которого нет и воскресения. И во само крещение и есть смерть для жизни греховной, в погружении, и воскресение для жизни духовной. Отсюда естественный вывод. Желающие приобщиться к воскресению должны избавиться от греховных дел через покаяние, а покаяние и есть смерть для греха, как бы второе крещение. После апостольского чтения вместо арилуиа читаются стихи из псалмов «Восстань, Боже, суди землю, ибо Ты наследуешь все народы». Во время пения этих стихов происходит переоблачение священнослужителей из темных рис в белые. Воскресение уже настает, и Церковь приветствует воскресающего стихом «Воскресни, Боже!» и призываете его в справедливый суд. Диалог между чтецом и певцами – это как бы диалог между человечеством, то есть Церковью, и самим Христом, производящим свой правый суд. Песня «Воскресни, Боже, суди землю, ибо Ты наследуешь во всех языках». Песня «Воскресни, Боже, суди землю, ибо Ты наследуешь во всех языках». Песня «Воскресни, Боже, суди землю, ибо Ты наследуешь во всех языках». За пением стихов следует отрывок из Евангелия от Матфея. Это чтение является душой и смыслом великосубботней службы. Здесь повествуется самое великое и самое радостное из всего, что когда-либо было и будет сказано. «Смерть побеждена, Христос Бог воскрес из гроба и всем даровал воскресенье». После этого Евангелие следует по уставу литургия. Вместо обычной херувимской песни поется следующая молитва. «Да молчит всякая человеческая плоть, достоится страхом и трепетом, и не помышляет ни о чем земном. Ибо царь, царствующий, и Господь, господствующий, приходит закладца и отдаться в пищу верующим. Идут же перед ним ангельские сонмы со всяким начальством и властью многоочитые херувимы и шестокрылые серафимы, закрывающие лица и поющие «Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя». Субтитры создавал DimaTorzok «Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя» Эта великосубботняя песнь своим величавым и строгим текстом напоминает верующим, какой ценой куплено их бессмертие. Так заканчиваются дни и часы страстной недели. Приближается момент начала христианского ликования, праздника праздников, Пасхи Христовой. Субтитры создавал DimaTorzok Накануне Пасхи, в половине двенадцати ночи, еще вечер Великой Субботы, начинается краткая служба полуночница, во время которой читается канон «Волною морскую», который в первый раз вычитывался Великую Пятницу. Но уже совсем по-иному звучат здесь таинственные слова канона. Нет больше скорби. Душа улавливает в них радостное приближение воскресенья. В конце канона плащаница уносится в алтарь и полагается там на престол, и пребывает на ней сорок дней до праздника Вознесения, в знак сорокодневного пребывания воскресшего Спасителя на земле. После этого все затихает в храме, погруженном в ожидание священной минуты. И вот из алтаря слышится сначала негромкое, потом более отчетливое пение стихиры «Воскресенье Твое, Христе Спасе». Песня «Воскресенье Твое, Христе Спасе» Песня «Воскресенье Твое, Христе Спасе» Песня «Воскресенье Твое, Христе Спасе» Продолжается пение слов «Воскресенье Твое, Христе Спасе» Открываются царские врата, совершается выход для крестного хода вокруг храма при звоне всех колоколов. Участники крестного хода в этот момент символизируют жен-мироносец, которые пошли рано утром ко гробу Христа, чтобы помазать его тело драгоценными маслами. Обойдя храм, крестный ход останавливается у входа храма. Священник благословляет начало заутренней и читает стихи «Да воскреснет Бог», а певцы отвечают тропарем «Христос воскресе». Священник благословляет начало заутренней и читает стихи «Да воскресенье Твое, Христе Спасе» Затем священник открывает двери храма при многократном пении «Христос воскресе» и все входят и продолжают начатую на паперти церкви службу. Во время пасхальной утренней все поется, нет никакого чтения. Центральный момент пасхальной утренней, канон «Воскресенье день» творения святого Иоанна Дамаскина, представляющий собой одно из лучших выражений христианской поэзии, содержащие в себе всю радость праздника. Песня «Воскресенье день» Воскресенье 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 Субтитры создавал DimaTorzok В разгаре радости Церковь прославляет путь, приведший к воскресенью, путь Великой Пятницы и Великой Субботы. Оглядываясь на страсти Господни, Церковь как бы на время умеряет ликование, ибо мы еще на земле, и предлагает краткое, но сильное слово о путях бессмертия. Уснув плотью, как мертвец, Царь Господи трехдневно воскрес, Адама воздвиг из тления и упразднил смерть. Пасха нетления. Мира спасения. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Пасха 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 Субтитры создавал DimaTorzok